всем привет меня зовут лида вы на канале жизнь зеленых и сегодня пока у меня в одном месте собрались собралось много экземпляров фикуса эластика я хочу вам о них подробнее рассказать на самом деле фикус это один из моих любимых одной из моих любимых растений один фаворитов моей коллекции домашней почему то все просто он не требовательный в уходе он быстро растет его его несколько видов до сортов и на самом деле самое основное что он просто я ленивый цветовод и не люблю замороченные цветы при этом я люблю объемные цветы и быстро растущие и требующие минимальное количество ухода и так вот так покажу просто сколько у меня здесь и глядите вот такое количество и сейчас я вам про всех расскажу поехали итак вот такой вот красавчик который стоит позади меня это фикус эластика робуста он меня уже наверное второй год получаете я его привезла вот таким вот маленьким череночком просто веточку не отрезали от материнского растения я ее кремен сейчас это вот такой вот красавчик такой красавчик он уже где-то наверное здесь уже метр есть и растет дальше у него зелененькие листочки то есть фикус робуста эластика робуста он имеет такие вот зеленые листочки и они не самые большие какие бывают у меня мне кажется еще какой-то экземпляр такой компактный нет возможно это эластика на бусто еще какая-то мне неизвестно это просто я срезала срезала веточку и и укринел очень вот этот красавчик у меня растет уже второй год они требователи на самом деле фикс не очень любят когда я сильно пересушиваю да у них листочек сразу так вот опадает но благодаря тому что листочки у них такие мясистые они все-таки накапливают влагу и благодаря этому могут держаться достаточно долго но сегодня я хочу показать еще другие я начну знаете с какого с того которого я очень долго ловила на в разных магазинах в магазинах я не поймала и поймала я его немножко пошумлю и поймала я его у оптовика на аукционе это вот такой вот фикус эластика хлоя или клоя ну хлоя скорее всего читается он по цвету такой же как рабуста как рабуста но он совершенно другой по листочкам у листочки они такие кругленькие и очень близко много находится то есть это такой вот объемный симпатичный кустик вот такой вот у меня он мне пришел пару дней назад я его еще даже не пересадила что когда немножечко адаптируется и потом уже ну и руки не дошли до него следующий который мне очень нравится сначала покажу свой экземпляр вот такой это фикус обиджан у него темно-зеленые листья темно-зеленые черные даже уже и в середине красная прожилка а новый листок вылазит он покрыть такой красным красной защитной пленочкой то есть красное покрытие и он смотрится очень эффектно данные растения у меня появилась из раздела уценки было в не очень хорошем состоянии а сейчас она вот такой цветет можно сказать то есть она отлично развивается я его от поила откормила витаминками накормила и вот он сейчас такой и готовится выпустить уже новый листочек итак это фикус абиджан фикус эластика абиджан кстати в наличии сейчас есть еще несколько штучек вот это уже те что пришли из голландии да те что пришли из аукциона подойдем есть свободный 1 уже оплатили и забронировали и он смотрите уже а я их витаминчиками как они пришли сразу попрыскала и вот этот уже готовит выпускать новый листочек смотрите какие большие листья с мою ладошку и они могут быть еще больше так это фикус абиджан дальше тоже сначала покажу свой экземпляр дальше вот такой это фикус тинеки он паре и гадный да то есть у него он кстати похож вот здесь вот стоит фикус бенджамина тинеки вот у них листочки очень похожи только это большие листы а это маленькие листочки бенджамина чем он отличает от остальных отличается он собственно говоря своим внешним видом листочки у него чуть поменьше но я думаю что это наверное мой экземпляр такой ну то есть вот у обиджаны у него крупнее листья а фикус тинеки он зеленый с белыми с белой каймой листочки на серединка у него влазит розовая то есть новый листочек у него розовый и свежие листочки они имеют тоже такой розоватый оттенок а потом они становятся вот такие зеленые с белым такие же как все остальные и так это фикус эластика тинеки дальше есть еще вот такие вот красавцы сначала вообще покажу сразу вот он один единственный остался это и закупки это белиз фикус эластика белиз чем он отличается от всех остальных он отличается листочками они у него с такими не знаю как сказать вот у этих листочки они ровненькие ровненькие а у этого ведь они такие вот неровность имеют такие выпуклости вогнутости и листочки они зеленые как будто были с белым как вот у тинеки но при этом с розовым отливом то есть у него вот эта белая часть она розовая то есть у кинеки листочек новый выход вы выходит такой же как у белиза но потом становится зеленый с белым а у белиза такой остается розовый он так и остается потом и кустик такой вот разноцветный веселый интересный вот такой фикус эластика близ и покажу вам обычный фикус еще кстати вот этот моя работа а пришла мне еще другая рабуста сейчас покажу где он вот стоит вот видите какой он еще у этого довольно крупные листочки вот этого экземпляра вот с ладошку да у этого мельче почему-то я думаю что это какой-то все-таки еще подвид рабуста а вот и фикус эластика рабуста он достаточно часто везде встречается раньше мне кажется его было достаточно много в наших домах в квартирах потом на смену ему пришли другие растению растений тоже есть свои тренды и своя мода и фикус данный его мне кажется вытеснил фикус бенджамина достаточно сильно но несправедливо на мой взгляд и так это вот обычный фикус эластика рапуста растет быстро не капризный не знаю что сказать но это вот прям фикус которого можно всем начинать и кстати хочу показать как его можно формировать то есть вот этот у меня растет просто высоким да то есть я хочу чтобы он был высокий и я к нему потом еще хочу подсадить еще такие же либо сразу буду выращивать сразу в три ствола 23 ствола чтобы был такая высокая высокая колонна фикуса но его можно еще формировать и и кстати можно еще переплетать также как и фикус бенджамином я хотела рассказать еще обрезку этих фикусов они прекрасно поддаются обрезке но вы должны понимать что когда вы обрезаете верхушку до или часть вот эту точку роста то просыпается нижние почки и растение начинает вот так вот ветвиться здесь у меня был высокий такой экземпляр я его обрезала я его обрезала и сейчас он превратился сейчас он превратился вот в такой кустик выпустив уже один два три четыре пять пять новых веточек вот то есть если вы хотите растение которое будет расти вверх да и бы быть таким столбом зеленым его не нужно обрезать пусть она растет если вы хотите сформировать штамп да то есть на стволе крону то тогда вы дожидаетесь того момента до куда вы хотите чтобы был этот ствол далее обрезаете верхушку и она начинает ветвиться и обрезаете его потом формируете еще и саму крону до обрезали сами веточки чтобы они выдавали новые побеги вернее просыпались спящие чтобы просыпали спящие почки и ваше растение становилось более объемным что еще хочу отметить да то есть вот такие вот темные сорта как обиджан они требуют меньшее количество света то есть можно поставить чуть дальше в глубь комнаты и это никак на него в принципе не повлияет но вот например фикус тенеки вот этот вот товарищ он у меня без движения стоял где-то месяц и не выпускал новый лист то есть он был почка напухшая но никуда не двигалась и как только я его переставила на окно дала больше света то сразу смотрите сразу сформировался новый лист и он же почти распустился соответственно чем светлее окраска чем она более интересная в плане если она имеет белую камень как у тенеки да или как у рабусты то такому экземпляру для сохранения декоративности нужно больше света поэтому если вы хотите чтобы она быстрее развивалась быстрее росло чтобы окраску и декоративность не терялась то лучше конечно ему дать больше света ну вот пожалуй на этом и все все что я хотела по поводу фикусов пластика я рассказала еще раз добавлю вернее еще раз повторю что фикус эластика или фикусы каучуконосные они называются еще по-другому это прекрасный фикус для начала для старта своего цветоводстве он не требовательный он прощает достаточно много ошибок в уходе то есть вот этот экземпляр я еще раз покажу просто его экземпляр он был из раздела оценки он был очень серьезно пересушен сейчас я вам просто покажу корни они были но были достаточно такие засохшие и вот спустя какое-то время он уже смотрите какие корни отлично нарастил это вот этот экземпляр кстати другой тинеки он был тоже такой же посмотрите он вообще уже освоил полностью горшок то есть я получать кормила витаминками попрыскала по листу до периодически пересадила в плодородный питательный грунт хороший рыхлый и просто стала ждать и дала им еще достаточное количество света и этот красавчик меня меня отблагодарил тем что не только поправился полностью да но и выдал уже новый листочек все надеюсь что вам было полезно и интересно подписывайтесь на мой канал смотрите новые видео комментируйте если вам есть что сказать по поводу этих растений я с удовольствием с вами на этом пообщаюсь и на этом все пока пока